Слава Богу! Пожалуйста, присаживайтесь. Давайте поблагодарим наших певцов-музыкантов за потрясающее время. И они нам еще сегодня послужат. Спасибо за хороший микрофон. Если можно, включите свет в зале. Вот, чтобы я ваши глаза видел. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу. Дорогие братья и сестры, шановные братья и сестры, Дуже рады и вас витаты. Слава Иисусу Христу. И буду сегодня на русском проповедовать. Мне очень хочется, чтобы все меня доступно поняли. Если кому-то лучше на украинском слушать, Ну, что сказать. Я можу украинскую мову дуже гарно. Правда. Але дуже хочется, чтобы меня все зрозумели. Аминь. Слава Иисусу Христу за Германию, за Берлин. Пусть Бог благословит Олафа Шольца. Пусть Бог благословит всех депутатов Бундестага. Пусть Бог благословит эту чудесную страну, Которая открыла свои двери и приютила сколько хороших людей. Аминь. И пусть Бог больше еще благословит Германию. Хотя хочется спросить, куда уже больше. Вот. Уже даже не знаешь, куда больше. Ну, все-таки пусть Бог благословит. Кому... У кого есть, тому добавится. А у кого нету, того отнимется и то, что он думает иметь. Знаете, я сегодня не хотел в такую классическую проповедь вам говорить. У меня много проповедей. Я хотел вам кое-что рассказать и кое-что вам оставить здесь. Кое-что передать. Есть что-то передать. Есть что-то оставить. Это очень важно. Но для того, чтобы это понять, хотел бы вернуться в начало своего служения. Знаете, я начал свое служение в маленьком шахтерском городе. Город назывался Першотравенск Днепропетровской области. Это то же самое, что Первомайск, только на украинской мове. Но разница в том, что Первомайсков по Украине много. А в Першотравенске он один. Первомайск есть и в Луганской области, и в Одесской области, и в Донецкой области из Первомайска. Я помню, как к нам люди там на библейку ехали. И говорят, пастор, алло, алло, алло. Я уже тут, я уже в Первомайске. Я говорю, спроси, на улице, в какой области. Он вышел и говорит, а что это за область это? Они говорят, Луганская. Я говорю, не туда, брат, приехал, тебе надо в Днепропетровскую. Вот, поэтому я там начал свое служение. И знаете, вот служение в городе Першотравенск, оно у нас всегда было очень духовным, помазанным. У нас там было очень много чудес. Вот я встречаю кучу людей по всему лицу земли, и все мне говорят, а я был в Першотравенске, получил исцеление от того-то. Вот даже брат сидит, вот встань. Вот, это благословенный брат с генического. Приехал в Першотравенск с раком челюсти, да, ему там все вот так вот уже все. Ну, говорили, все, труба ему, да. Приехал, Бог его там исцелил. И он, знаете, вот в доказательство, что Бог его исцелил, выучил такую штуку, взял стальной пруд, двадцатку, и начал его зубами гнуть. Представляете? Вот такие чудеса в Першотравенске. Ну, в каком ты городе? Остербург. Вот он будет пастором в Остербурге, там будет сотня людей, спасенных, освобожденных, люди к нему будут приходить с раком кости. Вот так будет приходить, он будет, пау, вот так говорит, и рак будет уходить во имя Иисуса Христа. Аминь, 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 аминь. И вот в Першотравенском, все связано с Першотравенском. Вот капеллан 109-й бригады, капеллан, вот, такой благословенный брат, воюет. Мне всегда комбриг за него хорошая только говорит, говорит, это очень хороший, благословенный брат. Где он спасся? Ну, конечно, в Першотравенске. Вот, садись, брат благословенный, слава богу. Вот тоже брат вот сидит, вот, Сергей его зовут, он сам шахтер. В Першотравенске, там тебя где-то поломало, да, сильно? Что у тебя было? Сломало спину. Ну, шахта она ломает, ему спину сломало там, поломало. Он пришел после этого в церковь и начал меня доставать еще 6 лет назад такой странной мыслью. Хочу открыть церковь в Мюнхене. Аллилуйя! Я думаю, думаю, какой-то странный шахтер с Першотравенска с поломанной спиной. Только ли спина поломана или что-то еще. Вот. И он меня доставал, я вот приходил, я хочу церковь в Мюнхене, я хочу, я смотрю, думаю, боже, ты что ты пристал ко мне? Мюнхен, да ты Дойчланд-Могу знаешь, не знаешь. Как ты откроешь церковь в Мюнхене, да? Ну, кстати, уже открыл церковь в Мюнхене. Представляете? Короче, в Першотравенске началось служить. Я сейчас бы мог бы кучу людей поднимать, и многие бы мне рассказали, кто-то исцелился, кто-то освободился. Там наркоманы вообще все туда стекались рекой. Почему? Потому что ходила такая легенда, что только ты дотронешься до Першотравенской земли, как сразу ты получишь полную свободу от наркотиков. Такая легенда ходила, да, что стоит только попасть туда, дотронуться, и все. И поэтому там с Днепра, там человек 200 переселилось, с Кривого Рога все начали переселяться туда. Все. У нас там было пробуждение, пробуждение Святого Духа. Знаете, не я дела делал, Бог дела делал. Не я делал дела, Бог делал дела. Потому что если бы ты на меня посмотрел в то время, ты бы никогда в жизни меня не стал слушать. Потому что я весил 55 килограмм, у меня были вот такие усы. Вот. На меня даже цыгане подозрительно смотрели. Аминь. Да. Да. И вот в то время Бог работал. Поэтому неважно, через кого Бог работает. Тебе не обязательно быть суперкрасивым, супермодным. Тебе не обязательно быть хорошо одетым или там суперобразованным. И хотя я, конечно, кандидат философских наук, но эта роль особо не играет в служении людям и Богу. Аминь. И Бог начал двигаться, да. Ну, я начал читать Библию. Что говорит Библия? Библия говорит, что ты будешь проповедовать в Иерусалиме, в Самарии и до края земли. Аминь. И у каждого пастыря, у него должен быть свой Иерусалим, должна быть своя Самария и должен быть свой край. Вот. Где ты как бы заканчиваешь уже. Где ты, край твой, да, край. Поэтому Бог начал двигаться. Я открыл церковь в Харькове. И буквально за короткое время там у нас появилась церковь в тысячу человек. Вот. Я начал изгонять бесов со всех. Все придурки Харькова пришли к нам на служение. Вот. Все самые странные люди, все самые... Вот. Они, кстати, и сейчас, вот когда я в Харькове, они все и сейчас приходят, да. Там, допустим, приходит какая-то женщина в такой шляпе, в таких перчатках, знаете. Вот. И такая у нее юбка, вот такая вот. Вот такая юбка, она вот так приходит вуаль. Она говорит, где пастырь Тищенко? Да, вот так вот мы всегда служим. Ну, я никогда не печалился. Почему? Потому что всегда такие люди, которые искали выход, искали решение, они всегда тянулись к Иисусу. Аминь. Поэтому они шли. Это нормально. Мы же все чуть-чуть с приветом. Это же не страшно. Вот. И люди приходили, люди спасались, исцелялись. Потом мы начали много церквей открывать, открыли, сколько у нас там, 12 было, или сколько там у нас в регионе, в Харьковском было, 15, не помню уже. Вот. Я понял, что Харьковом надо завязывать. Вот. И думаю, надо в Киев поехать. Поехал в Киев. Тоже там все говорили, ой, Тищенко, это... Киев, это тебе не Першотравенск. Тут, короче, надо, чтобы был интеллектуал, умный человек, там, туда-сюда. Короче, начали там рассказывать. Я помню, вот мы недавно, мы зашли в какой-то зал, там, какая-то церковь. Хорошая церковь, хороший зал, там, эту церковь построил. Знаете, вот этот проповедник, который пророчествовал, что в Украине будет 7 атомных взрывов. Вот. Он попророчествовал и уехал в Америку, здание осталось. Хоть что-то хорошее осталось. Вот, пророчество, это не очень хорошая вещь. Ну, и в бане вот эти пророчества такие, да, вот, на Украину. Ну, в общем, он уехал. Мы туда пришли, сняли это здание и говорим, нам надо большой зал. Нам говорят, да зачем нам большой зал, говорит. Тут у нас 25 церквей, и все говорят, что им надо большой зал. Говорит, а когда все приходят, у них у всех там 3 этих, 3 коллеги сидят там и говорят, зачем вам большой зал. Что вы вот это, гордые вы, да. Я говорю, вы не понимаете. Я говорю, мы в помазании действуем. А помазание, оно всегда касается бедных людей. Поэтому мы прем на бедных. Вот мы находим бедных, мы на них прем. А бедные, они всегда приходят в церковь. Богатые не приходят, бедные всегда приходят. Поэтому, ну, много пасторов, которые на богатых рассчитывают, потому что сами бедные. Вот, они чисто на нолях постоянно, да. У них ни бедных, ни богатых немало, у них вообще никого немало. Мы на бедных рассчитываем. Мы постоянно бедным, бедным наркоманам, бедным алкоголикам, бедным людям там всем проповедуем. И она говорит, да у вас ничего нет. И я так раз, раз, потом она смотрит, говорит, где вы их набрали? И двери сломали, то отбили, уже не вмещаются. И знаете, я, кроме этого, мы проповедовали, мы проповедовали, я так думал это, что мой край земли, это не Киев, там, Харьков, это вот Россия, знаете. Я думал, что это мой край земли. Почему? Ну, потому что там реально край земли. Вот, потому что там есть вот Южно-Сахалинск, там вот это Чита. А-а-а, знаете, Чита, это город, основанный украинцами. Ну, зашли мужики, говорят, Чита земля, Чинита, вот так оно назвалось, да. И я думал, что это край земли. И мы там открывали церковь, знаете. Мы наоткрывали в России 100 церквей. Доходило до смешного, знаете, вот так я еду с Абакана в Новосибирск, мне говорят, не хочешь заехать там в какой-то город проповедовать? Я говорю, да не, не хочу. Да заедь. Я вот так заехал, попроповедовал, уехал, там осталась церковь здоровая. Вот так доходило до такого, до смешного даже. Думаешь, как это так бывает, да? Чисто ты заехал случайно, а там осталась церковь. Потому что не мы церкви строим, Дух Святой строит. Аминь. И у каждого должна быть свой Иерусалим, своя Самария и свой край. Да, я думал, что край это Россия. Но в 21 году, в августе месяце, ФСБ там написали такой закон, что вот наша церковь и наша библейская школа, это то, куда приезжали все учиться, они признаны нежелательной организацией в России. И поэтому вход закрыт, да? Ну, я еще думал, думаю, ну вдруг, может, как-то еще буду натихаря там через интернет с ними общаться, там как-то проповедовать им, как-то учить. Ну, печать поставили в 21 году, в ноябре месяце, когда все наши 120 пасторов российских собрались на конференцию под Москвой. Туда приехало 6 служб, 6 служб ФСБ там, антиэкстремисты там какие-то все, всех положили мордой на пол, на холодный пол. Короче, кому-то там понабивали печень сапогами, значит. И, короче говоря, я понял, что все, труба, край у меня забрали. Вот я так понял. Поэтому там позвонил одному епископу из России, говорю, забери наши 100 церквей, говорю, ну не будут же они там болтаться вот так вот без влияния, без помазания, без ничего. Забери их, пожалуйста. Ну, он их забрал. Поэтому я даже сейчас не знаю, что там с ними, как там с ними, что там происходит, как там все. Лишились мы. Это декабрь месяц был уже, 21 года, в январе 22. Мне приходит вот такая вот противная мысль, от которой я не могу не освободиться ни днем, ни ночью. Едь по Европе. Едь по Европе. Я думаю, так зачем мне это Европа? Я не хочу ехать в Европу. Почему? Потому что, ну, я привык, когда проповедую, приходят тысячи людей, там исцеляются люди, освобождаются. В Европе это всегда какая-то торба. Вот, ты приедешь туда, там, как вот Антон говорил, ищешь глаза хоть одни какие-то, вот, чтобы в них туда заглянуть. Да, оно не заглядывается, у всех глаза, как у рыбы. И я думаю, думаю, ты чего я туда поеду? А вот настойчивая мысль. Я такой думаю, ладно, проедусь. Позвонил там пасторам некоторым. А у нас там, ну, несколько церквей было в Европе, всего несколько. Так вот, Сергей один из пасторов, который у нас был в Берлине, да. И то, так оно все получилось. Там перед ним был другой пастырь, да. Тот пастырь развелся. Сергей там особо не хотел. Ну, получилось, что, ну, как, ну, нормальный человек. Он увидел, что без дела церковь остается. Взял, начал служить. Хорошо служит, молодец, все нормально. Вот, ну, вот так получилось, да. Я вот к нему приехал. И именно в Германии, в Германии, Бог мне проговорил. Сто церквей надо открыть. Сто церквей. Именно в Германии. Вот я еще такой в Берлине не сказал это. Ну, я слушал это, но слышал это, но в Берлине не сказал. В, как этот второй, Дюссельдорфе или как, да? В Дюссельдорфе там меньше людей еще было. Думаю, скажу тут, если что-то не сладится, то, если что-то не склеится, то, короче, как бы меньше людей будет видеть, что я сбрехал. Вот, и я там сказал, сто человек, там, не знаю, там, 20 человек там селило, 30. Я говорю, сто церквей мы откроем в Европе. Да, говорю, сто церквей откроем. Сто церквей откроем в Европе. Почему? Ну, потому что Иерусалим, Самария есть, вот, а край земли забрали. Нужен другой край. Правильно? Братья и сестры, правильно я говорю? Нужен другой край. Я задаю Богу вопрос, говорю, Бог, где другой край? Где другой край? Бог мне говорит, в Европе другой край. Ну, Россия все закрыта. Меня там даже арестовали. Я единственный пастыр, заочно арестованный. Там политики хвалятся, что их заочно арестовали, но большинство из них, они просто, это, много разговаривают. Я вообще не разговариваю. Я вообще ничего плохого ни на кого не говорю никогда. У меня просто было сто церквей. Меня арестовали заочно. Тогда этот край закрыт. Закрыт. И если мы туда приедем, в этот камбриг, Анатолий Геннадьевич, мой хороший друг, в последний раз, когда я был у них, я говорю, Анатолий Геннадьевич, поздравляю вашу часть, с днем рождения, подарки им купил, туда-сюда. И он мне говорит, Георгиевич, спасибо тебе большое. Мы тебе обетяем, мы тебе, после войны, мы тебе российский танк подаруем. Поэтому успех, успех евангелизации может быть. Вот, на танкиках. Я понял, там закрыто все, нужен другой край. Другой край. И тут сразу, знаете, я человек прагматичный, я не философ. Я вот никогда не ору там, Бог нам что-то там даст. Я если говорю, Бог даст, я начинаю сразу думать, а как он это сделает? Каким образом? Знаете, я начинаю продумывать стратегию пути достижения. Потому что, когда ты просто кричишь, Бог даст мне миллиард. Ну? И? Что? Ну, просто Бог даст миллиард. Не, не, подожди. И? И что далее? Да? Як виндасть? Хоть бы, ну и откупи лотерейный. На миллиард. Да? Я стратегия, у меня всегда стратегия в лык. Как это будет? Да я думаю, как это все может быть? Я думаю, надо людей посылать в Европу. Почему? Потому что, ну, у нас есть обученные люди, у нас есть воспитанные люди, есть люди, которые, с другой стороны, кто захочет ехать в Европу. Это вопрос. Вот. Вопрос. Никто не хочет ехать в Европу. Почему? Потому что, самая лучшая страна для жизни, это Украина. Я все понимаю, тут там безопасность, комфорт, все, я все понимаю, все. Я вам скажу так, что первая раз для многих, жизнь в Европе, это жертва. Знаете, вот это учение везло в заблуждение, что вот здесь вроде это никто, а там это вот все. Понимаете? А тем не менее, мы же христиане. И это значит, что мы тоже должны быть помазаны. Аминь. И что мы видим? Мы видим, что обычные люди, такие как Стефан в Библии, их руками, Бог творил немало чудес. Это были простые люди, которых мы даже не знали, кто это такие. Но через них Бог совершал чудеса. Почему? Потому что вот эти все люди, они были помазаны. Почему в нашей жизни не так много чудес? Ну, во-первых, нам рассказали, вот буквально сегодня утром я слушал передачу, что там один пацан, блогер, ютубер такой, да, он берет каждого проповедника, особенно американских, там, и там их разбирает на части, да. Вот это у него кроссовки дорогие, там, вот это у него там часы неправильные, вот он там обещал всех исцелить, никого не исцелил, там, и он там рассказывает, что все это аферисты, все это там. Я, я вообще, вот у меня вопрос, если те, которые обещают кого-то исцелить, аферисты, вот, а кто-то это не аферисты, это все, что с христианством связано, это афера, или как? Объясните мне, если в церкви говорят, Бог тебя благословит, ты будешь богатый, аферисты так говорят, хорошо, давай по-другому, Бог тебя сделает бомжом, а так, кто говорит, придурки, понимаете, это, тогда все аферисты, тогда все придурки, тогда все ненормальные, знаете, если так смотреть, то можно закритиковать каждого, каждого, ну да, немного сегодня исцелилось, у женщины опухоль прошла, да, слава Богу, а если бы не прошла, значит, надо было бы оперировать, правильно? значит, надо было к врачам идти, так не надо идти, да, вот прошла опухоль, все, к врачу уже идти не надо, да, вот я в очках хожу, а вот сестра теперь может никогда очки не одевать, слава Богу, почему? Потому что кто-то решил быть христианином, понимаете, и сказал, я буду делать то же самое, что делал кто? Христос, что делал Христос? Христос делал четыре вещи, но я добавил от себя еще пятую, и вы с ней согласитесь, Христос проповедовал, Христос учил, Христос исцелял, Христос изгонял бесов, и пятую я от себя добавил, он еще кормил голодных. Пять вещей он делал. Теперь у меня вопрос, если эти пять вещей делал Христос, можете ответить мне, только честно, что по вашему делу должен делать христианин, по вашему мнению должен делать христианин? Давайте перечислим вместе. Проповедовать должен тех, которые во тьме научить должен, бесов выгнать должен, за больных помолиться должен, голодного накормить должен. Вот кто такой христианин? Я ничего нового вам не даю. Я вам даю то, что говорит Библия. Если Христос все это делал, христианин тоже это должен делать. Теперь послушайте, если я начинаю это делать, вот я обычный человек, обычный простой человек, да, вот, обычный простой человек из Энергодара, из Энергодара, да, слава Богу. Вот если он начинает это делать, он начинает проповедовать, учить, исцелять, изгонять бесов, кормить голодных, знаете, что из этого получится? Сказать вам? Из этого получится церковь. Я сегодня очень глубокое учение вам преподаю. Очень великая глубина. Знаете, если ты не проповедуешь, не учишь, не исцеляешь, не изгоняешь бесов и не кормишь голодных, то даже если у тебя была церковь, то она закроется. Поэтому в Германии куча церквей, что? Закрылись. В Норвегии куча церквей закрылись, в Лондоне куча церквей закрылись, в Швейцарии куча церквей закрылись. Почему? Потому что люди перестают проповедовать, перестают учить, перестают исцелять больных, изгонять бесов и кормить голодных. Это то, что мы должны делать. Это то, что делал Христос. Теперь еще один вопрос. Опять же вопрос. Скажите, когда Христос начал это делать? Христос начал это делать не с детства, не от рождения. Хотя Он был Иисусом. Он был святым, праведным. Но Он не был помазан. Он получил помазание, когда пришел на служение к Иоанну Крестителю. Чем отличался Иоанн Креститель от Иисуса Христа? Иоанн Креститель он никогда не был выше Иисуса Христа. Все со мной согласны или нет? Никогда не был выше. Но к тому времени, когда Он проводил служение, Иоанн Креститель уже был что? Помазан. А Иисус еще что? Не был помазан. Понимаете, вот разница и все. Креститель помазан, Иисус не помазан. Что сделал Иисус? Он такой читал газеты, смотрел интернет, такой листал фейсбук, листал инстаграм, Иисус смотрит, проводит служение проповедник Иоанн Креститель. Наверное, про него там блогеры уже составили какие-то блоги, там, какой-то странный тип. Орет постоянно. Орет. У меня под каждым моим постом в фейсбуке у меня, я не могу эти слова наговорить вслух, вот, у меня каждый раз есть какие-то смс, комментарии, да, там, ты такой, ты такой, что ты орешь, как потерпевший. Я думаю, что Иоанн Креститель, у него даже его название такое было, ему говорят, ты кто? Он говорит, я глаз вопиющего в пустыне. То есть я, ну, в переводе на наш язык, это я тот, кто орет. Я тот, кто орет. Вот такой я, да. И там уже, наверное, блоги составили про него, там уже написали, странный проповедник, весь волосатый, небритый, в кожаных одеждах, странный, в пустыню побежал, там, что-то орет, все к нему сходятся. И вот Иисус узнал, что он проводит служение, и он пошел к Иоанну Крестителю. Зачем? Зачем? Потому что он не проповедовал, не изгонял бесов, никого не учил, никого не исцелял. Он пришел к Иоанну Крестителю на служение, чтобы получить помазание, чтобы после этого начать, скажи, начать. Давайте скажем вместе начать. начать, христианин должен что сделать? Я говорю, христианин должен что сделать? Каждый христианин должен что сделать? Ты не приход. Я говорю, ты не приход. Ты христианин, значит, помазан. Значит, когда-то ты должен начать. Я не хочу, я тоже, я вам говорю, я когда нашел себе новый край, вот Европу, да, я сказал, я буду в Европе открывать церкви, все, от меня куча наших пасторов отвалила. Говорят, вот ты, там, Европу, надо Украину защищать. Послушайте, я не буду Украину защищать, не буду. Я буду помогать тем, кто защищает Украину, но я защищать Украину не буду. Почему? Потому что по закону Украины, даже если ты служишь в армии, и ты капеллан, у тебя забирают пистолет, автомат, ножик забирают. Почему? Потому что даже государство, оно признало, что если ты священник в армии, то ты не должен иметь оружие. Понимаете? Поэтому я не могу защищать. Я священник. Я священник. Священники не защищали. Что делали священники? Они служили тем, кто защищали. Ну, что сделаешь? Ну, такова жизнь. Такова жизнь. Но я должен делать то, что я должен делать. Поэтому, когда я решил в Европе открывать церкви, другой себе край найти. Потому что было 100 церквей в России, 100 церквей в России забрали. Теперь нужен другой край. В Европе будет 100 церквей. Надеюсь, в Европе никто не заберет. Вот. Хотя, я вам скажу, за свою жизнь я уже открыл сотни церквей, и некоторые работают с нами. Некоторые работают параллельно нас. Ну, как вроде они нас не знали. Никогда. Некоторые даже работают против нас. Вот. Они говорят, вот вы такие-сякие. Вы нам дали помазание. Мы вас теперь ненавидим. Но у нас тоже есть церковь теперь. Ну, что ты сделаешь? Такое бывает. Знаете, если ты человек благословенный, у тебя есть что украсть. Если ты проклятый, то ты вор. Да. Поэтому воры крадут. Почему они крадут? Не свое. Берут чужое, крадут. Потому что они воры. Если ты благословенный, ты можешь себе еще колодец выкопать. Еще выкопать. Еще выкопать. А однажды докопаешься до колодца, где живая вода. И она будет течь вот так и все оживлять. Живая вода. Аминь. Так вот. Наша цель. Какая? Мы пришли на служение. Хотя уже есть тот, кто помазан. Знаете, я не придумываю это. Я не придумываю. Я открывал множество церквей. Множество, множество. И везде, где я их открывал. Знаете, мне говорили, вот это в Першотравенске у тебя там 2000. Потом, когда 2000 в Харькове стало. Говорят, нет, это в Харькове у тебя 2000. Вот в Киеве никогда в тебя не будет. Там, знаешь, у меня будет везде. И не потому, что я хороший. И не потому, что я особый какой-то. Я вам объясняю. Это работает помазание. Помазание. Это не то, что мне принадлежит помазание. Я не могу ним распоряжаться. Я не могу распоряжаться. Потому что помазание это сам Бог. Я не могу Богом распоряжаться. Бог мной может распоряжаться. Я не могу сказать, Бог сделай то, сделай то. Он мне может сказать, сделай то, сделай то. Поэтому, когда я решил вот этот край взять. Европа. Бог мне сказал, Европа. Европа. Я решил, Европа. И я знаю, что у меня есть сегодня помазание для Европы. Но это для кого? Это же не для всех. Это для тех, которые согласятся проповедовать, учить, исцелять, освобождать и кормить. Если ты соглашаешься и говоришь, да, я буду это делать, и не просто ты согласился, а ты начнешь это все делать, просто начнешь это все делать, то помазание на тебя придет. Четвертая глава Луки. Четвертая глава Луки. Дух Господень на мне. Я думал, что я места давал для того, чтобы их тут показали. Не? Хорошо. Я их сам прочитаю. Сам прочитаю. Луки. Четвертая глава. Это слова Иисуса Христа. Слова Иисуса Христа. 18 стих. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благоуствовать нищим, послал меня исцелять согрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное. Аминь. 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 Теперь Луки. Седьмая глава. Седьмая глава. Еще одно место прочитаем. Седьмая или нет? Какую-то я давал. Седьмая или нет? А? Нет? Не седьмая? 7.22 С 20 стих. Они придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, лишь ожидать нам другого? В это время Иисус исцелил многих от болезней, недугов, злых духов, многим слепым даровал зрение. Сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные чечаются, глухие слышат, мертвые воскрешают, нищим проповедуется Слово Божье, и блажен, кто не соблазнится обо мне. То есть, ну, как бы, смотрите, опять же, все просто, вот ничего сложного нету. Иоанна Крестителя, за то, что он проповедовал Иисуса Христа, посадили в тюрьму. Братья и сестры, хоть вы и не в России, а в Европе, но если вы будете сильно проповедовать Иисуса Христа, то вас тоже могут тут в тюрьму посадить. Такое бывает. Поэтому продолжайте проповедовать Иисуса Христа. И вот его посадили в тюрьму, он сидит в тюрьме, поздавал своих учеников, говорит, сходите к Иисусу, узнайте вообще, что происходит, что я сижу. Я же ничего плохого никому не делаю, да, вот я в России ни одного человека не побил, ни у кого ничего не украл, никого ничем не обидел в России. Я просто там проповедовал Слово Божье, меня за это там арестовали, да, в Украине. Мы просто помогли тысячам наркоманов бросить наркотики. Тысячам, тысячам. Я думаю, что таких людей, ну, минимум 10 тысяч есть, которые сегодня живут в свободе, они полностью бросили наркотики, живут нормальной жизнью, все у них хорошо, позаводили семьи, стали пасторами, стали служителями. Я вам больше скажу, у нас там полицейские капелланы, у нас все бывшие. Я уже за военных молчу. Понимаете? То есть это Бог их изменил, Бог их освободил. Вот тут 48 уголовных дел. Зашел. Да, это потому, что мы связались с Иисусом Христом. Да. И вот Иоанн проповедовал, его посадили, и он сидит. Говорит, Христос, я не понял, что такое, что я сижу. Ты вообще, ты вообще Христос? Или может, ты другой кто-то должен быть, а не ты? Может, я попутал. А Христос говорит, пойдите, скажите Ему, какое подтверждение того, что ты Христос? Какое подтверждение? Кто мне скажет, какое подтверждение? Это когда ты проповедуешь, учишь, исцеляешь, изгоняешь бесов и кормишь голодных. Это подтверждение. Понимаете? Нам не надо ничего придумывать. В Библии все сказано. Нам не надо ничего придумывать. Пастор, а если я просто пою для Иисуса, молодец, пой для Иисуса, ты крутой, если ты поешь для Иисуса, знаешь, для чего ты поешь? Ты поешь для того, чтобы слово Божье проповедовалось, чтобы больные исцелялись, чтобы бесы выходили, чтобы голодных кормили. Если ты просто начнешь петь, ты зачем? Понимаете, все для этого. Аминь. Все для этого. Помазание, оно определяет круг твоих возможностей. Какие у нас возможности? Проповедовать, учить, исцелять, освобождать. Кормить. Это наши возможности. И для этого Господь помазывает. Господь для этого помазывает. Помазание дается для служения. Помазание не дается, знаете, кто-то говорит, вот, если ты помазанный, к тебе деньги будут липнуть. Помазание не дается для денег. Почему? Потому что деньги – это средства. Для достижения цели. Да. Открытие церкви в Берлине новой для нас – это большие деньги. Мы вкладываем. И когда мы говорим, ну, давайте соберем там пожертвование. Мы понимаем, что мы не соберем сколько, сколько это надо. Но вопрос у нас же не в этом. Вопрос в том, что Бог всегда обеспечит то, что Он хочет делать. Аминь. Знаете, мы проводили, начинали служение в Киеве, в Центральном зале, в одном там. И каждое служение стоило больше тысячи долларов там и все. И мне помощник мой подходит и говорит, пастырь, ну, у нас уже нет денег, где мы возьмем деньги? Я говорю, да я откуда знаю, где мы возьмем деньги. Он говорит, ну, нам каждый раз надо платить такую сумму бешеную. Говорит, где мы, мы собираем там копейки. Я говорю, так правильно. Мы не можем собирать много денег, потому что мы проповедуем бедным людям. Как мы можем собирать много денег, если мы проповедуем бедным? Много денег надо собирать, это когда ты богатым проповедуешь. И он такой ушел от меня. И мужик его догоняет и говорит, подожди, подожди, подожди. Тот остановился, он достает пачку долларов, говорит, на, возьми, говорит. Тот посчитал, ровно на следующее служение. Знаете, как это называется? Посмотрите на птиц. Они не сеют, не пашут, а Господь что делает? Обеспечивает. Мы должны это делать, да? Я уверен, что когда человек служит, служит, вот он делает то, что я сказал. Я сказал, что происходит. Образуется церковь. Церковь это не то, к чему можно относиться легкомысленно. Почему я говорю, что многие не могут быть пасторами, служителями? Почему? Потому что если ты не научишься молиться пару часов в день, если Библия не будет лежать у тебя под подушкой каждый день, понимаешь? Ну, ты-то не пастор. Ты должен много молиться. Ты должен Библию просто проглотить ее. Ты должен наполниться. Послушайте, это не важно. Сестра или брат, это вообще не играет роли. Если человек посвятил себя, это не важно, сколько вам лет. Понимаете? Это вообще не играет роли. В Америке какая-то ерунда сейчас ходит. Вот. Проповедник должен быть пастором до 50 лет, потом на пенсию. Мне 59 уже. Я стараюсь хорошо выглядеть, чтобы не выгнали на пенсию. Стараюсь не стареть. Пастор, скажи честно, ты волосы красишь? Нет. Не крашу. Я просто цыганской породы. Да, у меня даже конь был. Потом я его отдал на репцентр, они его съели. Это не важно, кто ты. Понимаешь? Если ты много молишься, ты много изучаешь слова. Если ты проповедуешь, учишь, исцеляешь больных, изгоняешь бесов, ты хочешь помочь людям, которые в самых тяжелых обстоятельствах. Чего мы занялись этими наркоманами? Мне вчера один звонил, говорит, пастор Андрей, как ваши дела? Я говорю, ну как дела? У меня лично нормально. Но вот у того количества людей, за которые я опекаюсь, сто процентов у кого-то что-то плохо. Сто процентов где-то кто-то куда-то уже встрял, и я за это ответственен. Почему? Ну потому что я занялся самыми, вот знаете, вот самыми нижними. С самого низу набрали всех. Я этими людьми, понятно, что у меня всегда будут проблемы. Почему? Ну потому что меня окружают. Зэки, знаете, один пришел, говорит, ой, это ты вот этих всех своих бывших наркоманов учи, а не меня. А я думаю, а ну знаю, кто он. А-а-а, алкаш закодированный. А кто тебе сказал, братан, что ты под синим флагом лучше, чем наркоман? Вы синюшные, вы хуже. Наркоманы это вообще отличный строительный инструмент для царства Божьего. Они научились поклоняться. Они легко жертвуют деньги, если это касается будущей тяги. И самое интересное, что они могут приклепаться даже ко столбу, если им это нужно. Идеальные евангелисты. Да, я книгу скоро напишу. Знаете, как будет называться? Всегда что-то в Берлине первое объявляю. Оно будет называться «Господь, дохни на этих убитых». Аминь. Аминь. Так вот. Мы занимаемся самым низом. Это ответ. Это надо нести людям ответ. Да, это не так просто. Это тяжело. Легко заниматься с приличными людьми. Они даже если держат дулю, то в кармане. Они тебе ее никогда не покажут. Да, вот эти алкоголики, наркоманы. Он заходит на палатку, ты проповедуешь, он заходит. Мать-перемать, я тебя сейчас зарежу, убью, порежу. Я тебя сейчас задушу. Вот здесь вот так вот он говорит, говорит, говорит. Потом молитва о покаянии. Упал на колени, плачет. Говорит. Прости, Господи. И ты думаешь, о, все. Наш клиент. Иисус проповедовал нищим. Иисус их учил. Иисус их кормил. Иисус их исцелял. Иисус их освобождал. И так создалась первая церковь. В каждом городе Германии, где есть человек. Человек. Первое требование. Человек. Спроси соседа, он человек? Нету здесь хуманоидов? Или ангелов? Люди все, да? Первое, это человек должен быть. Второе, он должен быть что? Помазан, помазан, помазан. Первое, человек. Второе, должен быть помазан. Пастор, ну я не совсем правильный еще. Я не совсем совершенный. Я не совсем, не совсем. Слушайте, если вы про совершенство, то я вам сразу сто в гору дам из Библии. Иисус выбрал Петра и говорит, ты камень. Я на тебе создам церковь. И после этого у Петра началась куча странного поведения. Сначала он начал Иисуса переубеждать, чтобы он не шел на крест. И он до того его достал, что ему пришлось сказать, отойди от меня, сатана. Потом, когда Иисус уже пошел в Гефсиманский сад, Петр взял ножик и зачем-то, непонятно зачем, отрезал ухо какому-то вообще левому типу, который вообще непонятно откуда там взялся. Он пришел, он слуга какого-то там, слуги. Он попал туда нечаянно. Тут приходит проповедник, отрезает ему ухо, говорит, все. Потом, когда Иисуса уже взяли, арестовали, он три раза превселюдно отрекся от Иисуса три раза. Три раза. Ты говоришь, я не совсем готовый. Ты лучше, чем Петр. Я могу тебя обрадовать. Ты лучше, чем Петр. Ты никому ухо не отрезал? Ван Гох. Ты три раза от Христа не отрекался. Сколько отрекался от Христа? Ни разу? Вообще святая людина. Святая людина. Ты тоже не отрекался? Тоже. Смотри. У нас тут лучшие люди, чем Петр сидят. Я вообще говорю, тут лучшие люди. Лучшие люди Берлина собрались здесь. Слава Богу за вас, братья и сестры. Слава Богу. Так вот. Я вам передал свое видение. Я хочу открывать церковь. Кто со мной? Кто говорит, я тоже буду с тобой? Подними руку свою. У кого-то тяжелые руки просто, наверное, от помазания. Да. Это просто. Это просто делать то, что говорит Иисус. И все. Открывать церковь. Открывать церковь. Ты человек? Если ты человек, тебе для того, чтобы открывать церковь, нужно что? Помазание. Ты скажешь, что такое помазание, пастор? Что такое помазание? Смотрите. Вот у меня вопрос простой. Кто ближе был к Богу? Как вы думаете, Иоанн Креститель или Иисус Христос? Ну, скажите мне ответ, дайте. Иисус. Тогда у меня вопрос. А при чем тут Иоанн Креститель? Понимаете, помазание, оно не на небе. Оно на земле. Поэтому, если Бог тебя захочет помазать, Он тебя не на небо заберет, а Он тебя отправит к кому? К человеку. К человеку. Понимаешь? К человеку. И даже если этого человека, как Иоанна Крестителя, ты больше никогда в жизни не увидишь, если у тебя получится взять от него помазание, понимаешь, ты уже будешь действовать не просто так, а в помазании. Скажешь, что такое действовать помазание? Ну, во-первых, для чего дается помазание? Там написано, проповедовать нищих. Есть два обетования. Это сильно не нравится Ледяеву. Вот. Но это факт. Если ты хочешь проповедовать богатым, людей у тебя не будет. Но если ты хочешь проповедовать нищим, у тебя всегда будет толпа народа. Почему? Потому что Дух Святой на мне, ибо Он помазал меня. Что делать? Проповедовать кому? Ну, там так написано. Ну, что я сделал? Я не могу это поменять. Это может, там какое-то особое латвийское Евангелие, там по-другому написано. Может, в армянском. Тоже говорится, праныщик, да? Я понял. Смотрите. Это Евангелие. Оно направлено на бедных людей. Вы знаете, кто такие были фарисеи во времена Иисуса Христа? Это были богатые люди. Саддуки это были богатые люди. А нищим, мне казалось бы, даже и Бог не нужен. Зачем вам нужен Бог? Мы тут богатые с Богом, нормально у нас все. А вы тут нищие. Знаете, какое мышление было в Израиле? Бедный человек, это значит грешный человек. Вот так мыслили. Иисус говорит, только к таким людям я и пришел. Вот к таким я пришел. Вы ними пренебрегаете. Вы их даже в свои храмы не пускаете, в синагоги свои не пускаете. А я, Иисус говорит, я к ним пришел. Почему? Потому что меня для этого Бог помазал. Если меня Бог помазал для чего-то другого, я для другого пришел. Но меня Бог помазал для этих бедных людей. Поэтому, если я хочу открыть церковь, в любом городе, я говорю, в любом, в любой стране. Что сказал Господь? Нищих всегда будете иметь. Всегда будете иметь. Всегда они будут. Куда бы ты ни попал. В Лондон попадешь, и там есть нищие. Аминь. Я был в Лондоне, в цыганской церкви. И меня с русского на английский переводила одна цыганка. В процессе проповеди я понял, что я знаю английский лучше, чем она. Но все равно, слава Богу, за смелых людей. Правильно? Да. Вот я хотел спросить, цыганей много вообще? Много? Так а что ты сидишь? А? Ты сейчас возьмешь помазание? Просто возьмешь помазание. Только не сразу за деньги думай. Знаю я вас, цыган. Сразу даже ручку позолоти туда-сюда. Проповедуй, учи, исцеляй, изгоняй бесов. Деньги, да это ерунда, придет все. Аминь. Бог благословит, Бог обеспечит. Аминь. Не надо сразу думать. О, где то, где то, где то. Какая разница, что у тебя есть сейчас? Важно, что ты делаешь сейчас. И кто на твоей стороне? Если ты проповедуешь Слово Божье, ты учишь, исцеляешь, изгоняешь бесов. Бог на твоей стороне. Я говорю, Бог на твоей стороне. Бог всегда будет на твоей стороне. Помазание будет действовать в твоей жизни, дорогой брат и дорогая сестра. Помазание, я говорю, помазание будет действовать на твоей жизни. Что делает, как хочет сделать Господь. Он хочет помазать тебя. Поэтому сейчас я буду молиться. Буду мазать вас елеем. Оливковое масло – потрясающая вещь. Потрясающе. Единственный продукт, который усваивается организмом на 100%. Очищает сосуды от склероза. Очищает печень от жира. Противораковое средство. Вы знали об этом или нет? Аминокислоты, которые в оливковом масле, они уничтожают раковые клетки. Именно для того, чтобы люди были помазаны, Иисус сказал, оливковым маслом всех мажьте. Недавно помазали Чарльза Третьего. Бедный король ждал столько лет, чтобы стать королем. Его помазали оливковым маслом. И я вас сейчас помажу оливковым маслом. Короли. Аминь. Короли трущоб. Аллилуйя. Я говорю, короли трущоб. Аминь. Мы пойдем, и мы найдем тех, кого надо спасти, исцелить, освободить, благословить. Мы пойдем тех, кого надо сделать обеспеченными. Найдем тех, которых надо накормить, одеть, обуть. Аминь. Бог нас помазал для этого. Кто такой Иисус? Дух мытарей и грешников. Что про Него написал? Пилат. Иисус Христос. Иисус Христос. Царь. Тот, кто служит нищим, тот и царь. Аминь. Тот, кто служит бедным, тот и царь. Тот, кто помогает людям, которые внизу, тот и будет царем. Знаете, я был сейчас на конференции в Америке. Богатая церковь. Богатые пастора. Богатые. Они вот так проповедуют. Говорят, Бог дал мне дар сеять. Говорит, дар сеять. Говорит, тут я в этом году миллион долларов подарил людям. Пожертвовал. Я говорю, думаю, Господи, чего не мы эти люди. Вот. Другой там вышел, говорит, вот у меня был плохой самолет. Я летал на своем плохом самолете. Сейчас Бог мне хороший самолет дал. Я думаю, ну да, 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 да. Слава Богу за вас, за хорошие самолеты. Вот. У меня машина была когда-то. И ту я продал. Вот. Почему? Ну, потому что война. Надо помогать солдатам. Надо помогать тем, которые нуждаются в этом, да. Вот. Ну, надо делать дела. А как? Ну, я вот уже купил 38 машин. Кучу беспилотников там всего, да. Но, послушайте. И вот я там проповедую, проповедую, проповедую. И я говорю, надо спасать бедных. И оказывается, две трети их зала. Такие молящиеся, кричащие по Богу, наполненные духом сыном. Знаете, кто? Бывшие наркоманы. Они меня все как облепили. Уже служение закончилось. Они не уходят. Пастырь, мы тоже были. Мы знаем. Мы то, мы то, мы то. Я думаю, Господи, Бог призвал нас спасать тех, кто в этом нуждается. Аминь. Аминь. И для этого Он нас помазал. Помазал. Короли трущоб. Вот так назовите мою проповедь. Давайте все встанем. Аллинуя! 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 Я помолюсь сейчас с Камазанем Елеем. Если ты примешь решение проповедовать, учить, исцелять и изгонять бесов, это начнет работать на твоей жизни. Ты будешь видеть чудеса, ты будешь видеть, что люди вокруг тебя собираются, они будут собираться вокруг тебя, они будут собираться вокруг твоей проповеди, твоего учения, вокруг твоей молитвы, они будут собираться, они просто будут собираться. Ты не будешь этот процесс контролировать даже. Может быть, ты скажешь, я бы и не хотел, чтобы эти сюда пришли. Но они все равно придут. Почему? Потому что начнет работать помазание. Помазание начнет работать. Это сверхъестественная сила Божья. Поэтому сейчас вот те люди, которые... Знаешь, давай не будем вот сейчас вот этот барьер себе ставить. Вот, я открою церковь или не открою церковь. Давай начнем с меньших вещей. Давай начнем с того, что ты скажешь Богу. Просто скажешь, Бог, я буду проповедовать, буду учить, буду исцелять и буду изгонять бесов. Просто вот эти вещи скажи, и уже для этих вещей Бог тебе даст помазание. Бог тебе даст помазание. Поэтому я следующие пять минут хочу, чтобы мы все помолились. И если ты это говоришь Богу сейчас, ты это провозглашаешь, ты говоришь, да, Господь. Я буду исцелять, буду проповедовать, буду учить, буду изгонять бесов. То я могу молиться, чтобы помазать тебя, помазать тебя. Подписывайтесь на канал. Программа. Продолжение следует. Продолжение следует.